Друзья, мы рады вас видеть. Всем привет. Мы сейчас некоторое время еще чуть-чуть поговорим с вами, чтобы все, кто долго ищет нашу трансляцию, нас нашли. Мы очень рады, что Журавлинка изобрела такую идею, поэтому в первую голову давайте поблагодарим Настю Балашову за эту замечательную идею, всю команду Журавлинки за то, что они эту идею так здорово поддерживают. Всех мастеров, всех гостей, Журавлинки, которые пели и еще будут петь в рамках этого фестиваля. Очень благодарим за такое большое поднятие настроения. Если вам будет нравиться то, что вы сейчас будете слышать или вы нам доверяете, тогда можете сразу сейчас прям заняться репостом этой трансляции. Нам будет приятно, если зрителей станет еще чуть побольше. А некоторые уже сделали, спасибо вам. Да, спасибо. Мы сегодня постарались учесть весь опыт предыдущей трансляции и будем смотреть... Здорово, привет, Тольятти! Да, попытаемся учесть опыт предыдущей и будем смотреть в комментарии точнее. Они в прошлый раз у нас довольно быстро, шустро проматывались. Вот. В этот раз, я надеюсь, нам лучше удастся на них смотреть. Вот, да, мы тоже рады вас видеть. Правда, мы вас не слышим, видим только буквы. Но и на том спасибо в наших условиях. Хотя бы так уже здорово. Уже лучше, чем ничего. Ух ты, и Уфа нас смотрит. Вот это здорово. Воронеж. И Минск. Слушайте, а давайте сделаем перекличку по городам. Расскажите нам, кто нас слушает. Это будет здорово. Сейчас все комменты заспоймем. Ну ладно, ну интересно. Интересно. В общем, нам было бы интересно узнать. Мне, Лёве, видимо, нет. Лёва просто всех точно и так вычислит, я боюсь. А я нет. А, ну что, про... Про это сказали, про это сказали. Поехали попоём, я думаю. Я ещё хотела сказать... Подожди, вот чего я вспомнила. Я хотела сказать, что мы сегодня не случайно хотим начать с такой песни, которая сейчас прозвучит, потому что очень хочется, чтобы мы с вами как-то объединялись супротив того, что сейчас происходит. Я надеюсь, что эта песня как-то нас объединит сегодня немножко, чтобы вы все почувствовали, очень хочется, чтобы вы все почувствовали причастность к городу влюблённых людей. Есть на далёкой планете город влюблённых людей, Звёзды для них по-особому светят, небо для них голубей. Белые стены над морем, белый покой и уют. Инфриvoorbeeld Люди не ссорятся, Люди не спорят, Люди друг другу поют. Посиди, помолчи Все само пройдет И растает гнев И печаль уйдет Посиди, помолчи Не нужны слова Виноваты мы По любовь права Если тот город увидишь Сразу обиды простишь Словом напрасным Меня не обидишь Ссорою не оскорбишь Путь нам навеки осветит Белого города свет Пусть говорят, что на нашей планете Этого города нет Посиди, помолчи Все само пройдет И растает гнев И печаль уйдет Посиди, помолчи Чем не нужны слова Виноваты мы А любовь права Есть на земле этот город Город влюбленных людей Ну вот Всем еще раз добрый вечер Сейчас еще мы немножечко промотаем эти самые комментарии Чтобы всех увидеть Всех услышать Со всеми поговорить Мы в прошлой трансляции Начали пить с вами чай Давайте же продолжим в том же духе Прошлая трансляция была В группе Вконтакте В группе нас В которой так и написано Ксении и Лев Кузнецовой Если кому интересно И кто еще не там Вы туда заходите Там что-то про нас Периодически происходит Прошлое и будущее У нас тут сплошные сердца По этому поводу У нас очень получился с вами Сердечный чат Таня Скворцова жалуется Что у нее подвисает Но остальные говорят Что у остальных все отлично Что ж Будем продолжать Вот в каком русле Дело в том Что мы сегодня будем По возможности Разговаривать с вами про Журавлинку Норильск Ух ты, ничего себе Вот это география Вот это я понимаю Норильск Это прекрасно Как вы там, я надеюсь Не очень мерзнете Я хотела вот про что поговорить Прежде чем мы ударимся В воспоминания Мы, конечно же, задумали сегодня Программу По воспоминаниям Очень большой связи Между нами И фестивалем Журавлиной Родины Между нами И школой авторской песни Об этом мы еще обязательно Поговорим чуть попозже Но в начале я бы хотела Рассказать, что Может быть Если Жестить Дальше Наша Жизнь не будет И если мы Сможем Спободно Более-менее Хотя бы Чуть-чуть Перемещаться по Москве То тогда Мы бы хотели С Левой Сделать еще Трансляции И я Подговорила Своих родителей По отдельности Что они, может быть Попоют нам песен И с Ириной Александровной Левензон Мы тоже разговаривали На эту тему Если все Получится Организовать То вот еще Такая Небольшая реклама Трансляций Песен Этих На мой взгляд Хороших авторов Людмила Шмалько Юрия Шмалько Ирина Левензон Обязательно будем писать Об этом Как раз в группе Про которую Лева сказал Вот А сейчас В качестве Визитных карточек Что ли Этих авторов Ну В нашем исполнении Пока что Споем вам по песенке Каждого из названных Давайте начнем С песни Которая называется Колыбельная Стихотворение Владимира Шелихова Музыка Юрия Шмалько В тихом доме Где в окошко Коготками бьются страхи Где из вербного лукошка Груши пахнут медом праги Где звенит ночное жало И комарик серебрится Мне так сладко Так устало Так задумчиво Не спится Слышу Зерна шевеляться Шорох поля Шорох крыши Тени рыщут И гнездятся То ли птицы То ли мыши Слышу Слышу Как картошка Из-под полья В рост стремится Фосфорические стебли Пробивают половицу В старом доме Что ночами Рассыхается По капле Память детства И печаль Надо мной встает Как цапля Вот стрелу Взяла лягушка И смеется Царь-девица И ныряю я В подушку Чтобы в сказке Очутиться Ниже 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 Клюв И шея Над кроватью Над судьбою Над усталою Моей И больною Головою Где же ты Моя Жар-птица Только Пусто В доме Ночью Скоро Утре Грёз Последних По углам Ютятся Клучья На всякий случай В руку папа нас смотрит Привет, папа Пользуясь случаем Передаю привет Нынче Пшеницын написал, что звук и видео Супер О, да Дорогая моему сердце Реплика Спасибо Да, мы сегодня на самом деле Ну, в основном, конечно, Лёва Заморочился на тему Света, звука И всего на свете Моё дело было только погладить футболки Всё остальное Техническая сторона процесса Как обычно на Лёве И ему за это Аплодисменты Вот Надеемся, всё будет хорошо И дальше слышно и видно Я обещала вам по песенке Каждого из авторов Мы продолжаем разговор В этом же духе Теперь будем передавать Привет маме И, кстати, Ирине Левензон Заодно сразу тоже Потому что стихотворение её А музыка Людмила Шмалько Хочется сегодня добрых песен Поэтому вот Нитку дождика возьму Нитку дождика возьму Тонкую сырую И заплачу И пойму И заплачу И пойму Как тебя люблю я Лучше солнечную нить Лучше солнечную нить Вдену я в иголку И пойму И пойму я Что любить И пойму я Что любить Буду Очень долго Вышью солнце Вышью дождь Вышью солнце Вышью дождь Радугу Ведую Вот тогда И ты поймёшь Вот тогда И ты поймёшь Как тебя люблю я Как тебя люблю я Как люблю Я тоже песню Вы точно знаете Мне кажется Часики на запястье Так легко Приручить В них время Нашего счастья Стучит Вот оно Рядом Где-то Скрипнула В доме Дверь Но этим Смешным Приметам Не верь Наши уловки Мелкие Время Не циферблат Нельзя Повернуть Нам стрелки Назад Да и Вперёд Не выйдет Время Меняет Курс У нас Только вдох И выдох И пульс Нету Времени Тела Нету Ни рук Ни глаз И нет Никакого Тела До нас Зверь Неведомой Пасти В пыль Перетрёт Века Он В часиках На запястье Пока Неумолимый Идол Где твоя Кнопка Пуск Спасибо За вдох И выдох И пульс Часики На запястье Так легко Приручить В них Время Нашего Счастья Стучит 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 О Футболки Тоже Похвалили Так что Я тоже Старалась Ой Привет Я пока Пела Подумала Что Очень Волнительно Не видеть Вас Получается Вот так Очень Волнительно Обычно Бывает На сцене Вас Видеть А тут Не менее Волнительно Вас К сожалению Не видеть Но мы Стараемся Налаживать Сегодня Обратную Связь Поэтому Вы нас Не бросайте Пожалуйста Пишите Комментарии Как только Тут появляются Какие-то Буквы Нам становится Сразу Теплее На душе И вот Эти ладошки Тоже Очень Много Для нас Значат И ваши Сердечки И вообще Красота Что ж Окунемся С вами В воспоминания Того Олег Пшеницын Хвалит Техническую Сторону Спасибо Очень приятно Правда Это здорово Вот Значит Здесь есть Наверное Какое-то Количество Зрителей Я Подозреваю Что Которые Не очень Знают О нашей Совместной Истории С журавлиной Родиной Поэтому Сейчас Буквально Чуть-чуть Расскажем Как это Было Для нас В первый Раз И самим Будет Интересно Я задавала Леве Задание Вспомнить Какая Была У него Первая Журавлинка Дело в том Что я Свою Первую Журавлинку Помню Весьма Туманно Сейчас Мы Леву Сначала Я начал Вспоминать Я тоже Отчетливо Вспомнил Свою Первую Старицу Лето 2008 Я Отчетливо Вспомнил Журавлинку Которая Следовала За ней Это Весна 2009 И по-моему Она и была Первой По-моему Я на Старицу Попал Раньше Но если Вдруг Я напрочь Забыл Что в Восьмом Я на Журавлинку Приезжал То Значит Забыл По-моему Все-таки Нет Но Когда Я По наводке Как это ни странно Дмитрий Альбертович Матюшина Дима Если ты вдруг Это услышишь Что спасибо Тебе Попал На Старицу Именно Дмитрий Альбертович Замолвил за меня Словечко То Конечно Я Ну Здесь должно быть Какое-то очень сильное слово Но Подставьте каждый По вкусу То есть По крайней мере Мне там Было очень хорошо И очень Очень по-другому Чем все Что было до этого И это касалось Как учебного процесса Так и всего остального Примерно в равной Наверное Мере Ну Опять-таки Я думаю Что Три четверти тех Кто это слушает На школе бывали И прекрасно Понимают О чем я говорю И на всякий случай Для посторонних слушателей Лева говорит О школе авторской песни В тот момент Это называлось Верхневолжская Школа авторской песни Проходила недалеко От города Старица Тверской области Действительно Верховьях Волги Замечательнейшее место Но В общем Не в месте дела Хотя Где-то Отчасти в нем тоже А потом Весной 2009 года Я Совершенно точно Уже приехал На саму Журавлинку И уже Окончательно Все завертелось У меня же Похожая вилка Я не могу вспомнить Когда была первая Журавлинка То ли в 11-м году То ли в 12-м году Смутно помню Мастерские Как после них Мне снесло крышу Потому что Я вот нашла Слово Которое Подставить надо Для меня Это вот такое Слово Снесло крышу Потому что К тому моменту Я думала Что авторская песня Как бы так Ну не то чтобы Умерла Но по крайней мере Мягко движется В ту сторону И тут я попала На этот фестиваль Где мои ровесники И дети Младше меня Сильно Пели так круто Что я просто Всю мастерскую Я помню Что я про себя думала Чем же Что же я могу Сказать этим ребятам Они же уже Все умеют Это было правда Очень большое Для меня открытие Следующее яркое воспоминание Это конечно же Первая шапка Сейчас то я понимаю Что Светлана Ивановна Меня пощадила Первый Слово шапка Тогда еще не было Слово шапка Тогда относилось К Кольцову Кажется Слово шапка К нашей школе Приклеилось позже Мне кажется Что обиходно Она уже была Но поправьте Если не так В общем Короче говоря Первая шапка Началась для меня С первой Парой по вокалу Первое вот Учебное занятие По вокалу Со старшей группой Где были люди Моего возраста И старше меня И вот да Повторюсь Я сейчас то понимаю Что Светлана Ивановна Поставила меня К людям Самым понимающим Но в тот момент Мне было так страшно Я помню Что я нарезала Круги по поляне И не знала Чем это все закончится А закончилось Вроде бы все хорошо Помню что Перетрогала всех людей За челюсти На первом же занятии Вот мы учились Открывать рты Ну в общем Было очень здорово Весело Да И тогда же Очень памятный Для меня концерт Состоялся На этой школе Потому что Мы тогда Выучили с Левой Знаковую Как мне кажется Для меня песню Это песня По стихотворению Юрия Левитанского На музыку Юрия Шмалько Ее там и сейчас Вам испоем Это кинематограф Это город Еще рано Полусомрак Полусвет А потом На крышах солнце А на стенах Еще нет А потом В стене Внезапно Загорается окно Возникает звук Рояля Начинается кино И очнулся И качнулся Завертелся Шар земной Ах, механик Ради Бога Что ты делаешь Со мной Этот луч Прямой И резкий Это светополоса Заставляет Меня плакать И смеяться Два часа Быть Участником Событий Петь Любить Идти на дно Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Кем написан Был сценарий Что за Странный Фантазер Этот Равно Гениальный И безумный Режиссер Как свободно Он Монтирует Различные Куски Ликования И отчаяния Веселья И тоски Он Актеру Не прощает Плохо Сыгранную Роль Будь то комик Или трамик Будь то шут Или король О, как трудно Как прекрасно Действующим Быть лицом В этой драме Где всего-то Меж началом И концом Два часа А то и меньше Лишь мгновенья Одно Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Я не сразу Замечаю Как Проигрываешь Ты От нехватки Ярких Красок От невольной Немоты Ты Кричишь Еще беззвучно Ты берешь Меня сперва Выразительностью Жестов Заменяющих Слова И спешат Твои Актеры Все бегут Они бегут По щекам Белым Белым Слезы Черные Текут Я слезам Их Черным Верю Плачу С ними Заодно Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Нескончаемой Спирали Бесконечные Круги Снизу Вверх Пролеты Лестницы Беги По Нему Беги Там Вверху Под Самой Крышей В темноте Горит Окно Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Я люблю Сюжет Старинный Где С другими Наравне Я Не первый Год Играю Рой Доставшуюся Мне И участвуя В сюжете Я смотрю Со стороны Как текут Мои мгновения Мои годы Мои сны Как сплетается С другими Эта тоненькая Нить Где уже Как ни старайся Ничего не Изменить Потому что В этой драме Будь то Шут Или король Дважды роли Не играют Только Раз Играют Роли Над Собственной Ролью Плачу Я их Хохочу По возможности Достойно Доиграть Своё Хочу То, что вижу С тем, что знаю Помоги Связать Одно Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Жизнь Моя Кинематограф Черно-белое Кино Надеемся, что вы эту песню любите Мы вот и очень любим Правда? Да Олег Пшеницын пытается нас поддержать в шляпу Но это, видимо, в другой раз Хотя мы, конечно, очень ценим Очень приятно Но это немножко другая история Мы сегодня поддерживаем фестиваль Если уж вам хочется что-нибудь доброе Сделайте светлое То Можно попробовать поддержать их Думаю, что он не будет против Журовалиная Родина Думаю, что да Вот Так, а у меня опять перестали обновляться комментарии Я, чтобы почитать, кто нам что пишет Сейчас всё это дело Ещё разочек заряжу Ой, опять сердечки и цветочки Какая красота Ну, кричат, браво Владимир Бастрыкин спрашивал Принимаются ли заявки? Заявки, конечно, принимаются Нам очень приятно будет Если вы что-нибудь позаявляете Дмитрий Если, впрочем, не Дмитрий То тоже будет очень приятно Мы пока движемся по намеченному плану Вспоминаем с вами школу авторской песни Предыдущие ораторы В предыдущих трансляциях Всё пытались нас с вами поместить В виртуальный концертный зал А сейчас мне бы очень хотелось Чтобы мы с вами оказались Как раз таки на летней школе Давайте представим себе летний денёк Давайте представим себе Что вот всего, что сейчас происходит Просто не существует И попробуем с вами прожить В следующей песне Как в неком другом измерении Это стихотворение Бориса Пастернака Точнее сказать, его часть И музыка Сергея Деревянко Очень люблю эту песню Сосны В траве меж диких бальзаминов Ромашек и лесных купав Лежим мы, руки запрокинув И к небу головы задрав И вот бессмертные на время Мы к лику сосен причтены И от болезней Эпидемий и смерти освобождены Мы делим отдых краснолесья Под копошеньем мураша Сосновую снотворной смесью Лимона сладаном дыша И так неистовы На синем разбеги огненных стволов И мы так долго рук не вынем Из-под заломленных голов И мы так долго рук не вынем Из-под заломленных голов Надеюсь, вам тоже удалось представить эту картинку Как и мне сейчас Слушайте, я вот немножко еще О бытовом вспомнила мысль Которую хотела с вами поделиться Раз уж мы сейчас на связи Другой возможностью Не знаю еще, когда она будет Поэтому сейчас немножко С небес на землю, но ненадолго Раз уж у нас присочилась в чат Идея про поддержку материальную Вы понимаете, что сейчас Многие музыканты, педагоги И педагоги-музыканты Находятся в очень непонятной ситуации Поэтому я хотела вам сказать Что если вдруг кому-то из ребят А то, может, и взрослых Интересно наладить с нами Онлайн-мастерскую То мы открыты новым предложением Готовы обсуждать Поскольку, ну, на самом деле Дело не только в этих бытовых вещах Что хочется что-то кушать Вопрос еще в том, что мы действительно Очень любим заниматься музыкой И сейчас у нас очень много времени Для этого и очень мало способов Заниматься музыкой Так давайте же Вместе Придумаем что-нибудь интересное Потому что мне кажется Что Лёва может много интересного Рассказать про гитары Что я могу интересного Рассказать про песенки Что мы оба можем Много интересного рассказать Про вообще Тем более, что канал связи Уже Настроили Нащупали Да, мы уже, видите, как здорово умеем Даже задник сделали Вот Как-то так Ну что, про шапку мы немножечко поговорили с вами Наша самая огромная благодарность Моя самая огромная благодарность Журавлиной Родине За квартет по переписке Вот Станислав Калинин уже обозначился в чатике Привет, Станислав Очень здорово, что ты нас сейчас смотришь Я безумно счастлива, что в нашей истории Был такой Такая история Квартета по переписке Зародившаяся на Журавлинке Да, мы благодаря Фестивалю Журавлиная Родина Не то 11-го, не то 12-го Не то 13-го года Кажется, всё-таки 12-го, если я ничего не путаю Познакомились с двумя жителями На тот момент Ярославля Теперь двумя жителями Петербурга Станиславом Калининым И Ксении Карамшевой Если вдруг Ксения Карамшева Тоже на связи Здорово, привет Вот Если вы помните Центром нашей композиции Квартета по переписке Была в тот момент Принцесса на горошине И мы хотим Раз уж у нас сегодня вечер Благостных воспоминаний Попробовать спеть вам В одну меня И аккомпанемент Только Лёвы Спеть вам песню Ну а комплимент Там ещё был Стас На этом На зафуне На дудке, короче говоря Мы вам сейчас споём Чудесную песню Для нынешнего момента Вообще сегодня Песни все, которые поддерживают Они играют новыми красками Честное слово Я вот пою этот текст Про вдох и выдох и пульс И думаю Какие медицинские пошли Ассоциации В общем В наших нынешних условиях Новые песни получаются С новым содержанием Так вот Следующая песня Пусть она вас поддерживает Поехали Попробуем Я, честно говоря Очень давно не пела Этих песен Так что Надеюсь Всё получится Когда седой волшебник сон Теней воздушных хоровод придёт Стас, подпевай там Мы покидаем мир забот И его надеждой каждый увлечёт И с нетерпеньем утро ждёт Приходит день Пусть это вас не удивляет Приходит день Бывает так О, так бывает Приходит день И наши тени оживают Ко всем приходит этот день И жёсткой кажется постель И время тикает едва, едва Когда так близок ты к своей мечте Когда подряд и час и два Твердишь заветные слова Приходит день Пусть это вас не удивляет Приходит день Бывает так О, так бывает Приходит день И наши тени оживают Ко всем приходит Ко всем приходит Этот день О, мы очень рады Послушать эту песню Если кто-то вдруг не знает То это Георгий Васильев и Алексей Ивашенко И замечательный Теневой на тот момент спектакль У них в оригинале Студенческого театра МГУ Да, 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 принцессы на горошине Теперь эту всю информацию Можно найти в интернете К тому моменту Как мы делали этот спектакль Ничего про это не было Вслух сказано Никем в сети Так что мы очень рады Что Лёва нам подарил идею Сделать именно этот спектакль И очень рады Что всё на тот момент Именно так сложилось Правда Спасибо большое Журавлиной родине Вот Но история наша Не стояла на месте О, может быть Мы про то Сейчас, секунду Про историю Это может и потом Может быть заявочки Были у нас какие-то Ежесопе просили Ого Ничего себе Ничего себе Осликов просили А вот одна китайская песня ещё Одна китайская песня Это очень ретро Из нашего репертуара Попробуем? Давай Сейчас немножко заявок А потом мы вернёмся К теме Журавлиной родины И к теме шапок И к теме музыкальных проектов Их было не один Связано С этим фестивалем Тоже очень давно не пела Подпевайте Фёдор Корковенко Одна китайская песня А, и ещё Суши Это автор текста Китайского Ветер Что-то шепчет в тростнике Шёпот Это та же Тишина Дверь открою Вижу под зонтом В озере Купается луна Спит рыбак И чайка Тоже спит Может быть у них Похожи сны Вынырнула Рыба из воды Словно демон Под блесках луны Ночь всё глубже У людей Сейчас не пересекаются пути Только тень Когда еду один Может веселять Со мной идти Кто наплынет На песок Волна То следы Оставив Отойдёт Вывнике Луна Собрать лучи Паутину Как паук Летёт Наша жизнь Стремительно Быстро Соткана Из грусти И забот А вдохновенья Быстрый миг Пропекнёт Внезапно И уйдёт Вот пропел петух И вслед за ним Колокольный звон И птичий ганн Барабан Увещает Что пора Паруса Расправить Рыбакам Ночь Всё глубже У людей Сейчас Не пересекаются Пути Только тень Когда еду один Может веселять Со мной Идти Кто наплынет На песок Волна До следы Оставив Отойдёт Вывнике Луна Собрать лучи Паутину Как паук Летёт Паутину Как паук Летёт Это я к чему? Это я к тому, что вы можете во вторую долю, помните, да? Опять Южасапэ просит. Пола Ивана просит Южасапэ. Тогда у нас просто нет шансов. Друзья мои, ночь, конечно, всё ближе, как сказано в предыдущей песне, Но, как сказано в предыдущей песне, обязательно придёт такой день, когда Все мечты, ну или хотя бы некоторые, станут явью. Я вот в это верю, советую вам тоже. Потому что так как-то жить бодрее становится. А вот иронического человека. Вижу. Да, как-то мы так сейчас уйдём с вами от программ-то. Ну ладно, сейчас придумаем. Южасапэ так... Южасапэ? Это короткое название, Междусобойное. Извините, что я его вслух сказала. Слишком привыкла к нему. Я раньше. Да. Один-один, значит. Песня Ирины Левинзон. «Я живу среди птиц». Я живу среди птиц на высокой горе. Подо мной океан, надо мной океан. И как птицы пою я на ранней заре. Когда солнце разбудит туман. Я живу на краю, я дышу на краю. Очердания тумана пытаюсь понять. Я на птичьем на речи теперь говорю. Я почти научилась летать. А ночами, как призраки древних огней, Этот белый туман возникает во мгле. Он великие тайны поведает мне О далекой забытой земле, Где долины цветут и темнеют в лесах. И где живут полубоги с глазами людей. Мне так хочется вслушаться в их голосах, В их глаза голубые. Глядеть. Я когда-то жила в той далекой стране. Я бродила в лесах, я плыла по реке. А теперь я одна и живу, как во сне. И на птичьем пою языке. Я хочу рассказать, что поведал туман. Прорицатель, хранитель воды и небес. Но внизу океан и вверху океан. А я здесь. А я все еще здесь. Сколько б тайных бесед, не вели мы вдвоем. Исчезает туман с приближением дня. Но в далекой стране он заплачет дождем. Это тихая весть от меня. Я живу на краю, я дышу на краю. Очердания тумана могу я понять. Я на птичьем наречи теперь говорю. Я почти научилась летать. 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 Не хватает этого. Оно там есть. Я верю. Ребята, большое спасибо вам, что вы все здесь собрались. Честное слово, вот все предыдущие четыре куплета посылала вам активно эти лучи. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами, потому что это правда очень и очень поддерживает. Честное слово. Так, еще какую-нибудь одну заявочку давай и вернемся к нашей задонке. А то я боюсь, народ устанет. Мы все, что должны сказать, не скажем. Да. Лева решает, какую заявочку. А что там было? Ослики. Иронический человек. Иронического прям следом, наверное, тяжело будет. Задний, говорят, красивый. Спасибо. Еще что-то. Ты же видел-то. Свидание Аксенова. Свидание Аксенова. Другой состав, да. Свидания не будет. А, просто нет. Ижевск с нами. Здорово. Давай ослику споем, чтобы выдохнуть немножко. Давайте. Ослики так. Ослики. А Дима-то что в итоге попросил? Дима что-нибудь попросил? Я не увидела. А то как-то мы на него обратили внимание. От чего за заявка? Что-то было. Сейчас я найду. Может быть. Я постараюсь, по крайней мере. Ой, Ярославль еще не прозвучал. Ярославль нас смотрит. Да. Итальятия, и Калуга, и Великий Новгород, и Сергей Пассат, и Сктывкар. Эээ, какая красота. И Минск. Так. Дима, я не вижу твоей заявки. Иронического четыре раза попросили. Иронический, 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 иронический. Очень иронический человек. Чуть позже. Обязательно споем. Юрий Васильевич хвалит. Круто. Что-нибудь из ретро просит Юрий Васильевич как раз таки. Что-нибудь из ретро сейчас будет Юрий Васильевич обязательно. Ты знаешь, что вот это пособие, Светлана Ивановна говорит? Пособие спрячь, пособие достань. Какая пресса. Рад пособить. Коля, так. Маленький дебильчик вам. Правда, он запал в душу. Я рада, да. Он меня сопровождает. Дима как раз тоже просила, и же Светлана прояснилась. Отлично. Все. Тогда спокойненько поем себе Осликов. И пусть эта песня будет дополнительным убеждением Юрия Васильевича, что пора бы уже что-нибудь сделать. А то он как-то так сомневается, что может быть его песни уже как-то вот... В общем, нет. Обязательно нужно, чтобы у Юрия Васильевича была своя трансляция, мне так кажется. Стихотворение Франтишка Грубина в переводе Олега Чухонцева. Стихотворение с названием «С девушкой у подлишанского ручья». Песня под названием «Ослики». Музыка Юрия Шмалько. Музыка Юрия Шмалько. Придут твои шестнадцать лет и двадцать лет мои. Придут твои шестнадцать лет и двадцать лет мои. В ручей отбрасывая тень, ты припадёшь к ручью. Потом в один прекрасный день я выпью тень твою. А солнце парит и в листве цветёт павлиний хвост. И рассыпаются в траве слепые искры звёзд. И не поймёшь, чего-то жаль. И вот в последний раз мы долго-долго смотрим, как А даль глядит на нас. И два пруда уивника, как две слезинки сверху. Но без такого пустяка не может человек. Жить без такого пустяка не может человек. А мы, куда глаза глядят, шагаем без дорог. Туда, где на печальный лад со стрихотком сверчок. А позади, за ноги вслед, два ослика худых. Придут твои шестнадцать лет и двадцать лет мои. Придут твои шестнадцать лет и двадцать лет мои. Будем возвращаться к тому, что задумали. Номинально, кстати, у вас десять минут осталось. Ребята, слушайте, что же мы будем делать? Как вы смотрите на продление этого вечера? Нам не стыдно, что мы хотим петь больше. Правда, потому что я вот очень стасковалась. Мы так давно не пели. Слово организаторам. Короче, если напишите, что можно подольше пеплять, мы попоём. Если нельзя, то, значит, будем завершать, не рассказав вам то, что задумали. Но я хотя бы продвинусь ещё на пару шажков вперёд по программе, которую мы придумали. Дело в том, что после того, как квартет по переписке не то, чтобы прям прекратил своё существование, чего? Чё следующее? Акварель. Вот. Нам удалось собрать немножко другой промежуточный состав, который в итоге вылился в ту же чудесную программу песенок, профессиональных песенок 20 века, то, что мы между собой всё время называем ретро. В этой команде у нас играли... Можно разрешать? Спасибо. Раз уж мы, кстати говоря, представляем себе шапку, то сейчас просто после нашего концерта можно будет идти на педсовет, а всем остальным можно будет продолжить свои песнопения. Как-то так. Так вот, мы продолжили существовать уже не квартетом по переписке, а тем, что в итоге обозвалось негромким голосом ушедшего века. Такая у нас была концертная программа с Ксенией Карамшевой и Егором Светловым. Пели мы там песни советские. И вот сейчас я в светлой памяти этого состава хочу спеть следующую песню, которая называется «Акварель». Кстати говоря, ещё эта песня для меня очень хорошо связана с шапкой, потому что именно её мы обсуждали на мастерской с Натальей Васильевной Никитиной, которая, если вдруг тоже следит за этими трансляциями, большущий привет, а если не смотрит, то всё равно большущий привет. Вот. Это была ценная для меня работа. Да я думаю, что и для всех шапкинцев тоже, конечно. «Акварель» Рисует март или апрель Цвета весенних снов, как будто гроздь шаров, Цветных шаров. Я дарю тебе на память, алый шар, Небо словно голубая шар, Как слова моих признаний, алый шар, Как слова моих признаний, алый шар, Над землёй зелёной он летит вдаль. Летит к тебе заветный шар, Любви несмелый первый шар, Моей надежды знак летит, Мой алый шар. На тонкой нити вдалеке, Вот он уже в твоей руке, Чуть слышно слово «да» доносится сюда, Я слышу «да». Я дарю тебе на память, алый шар, Небо словно голубая шар, Как слова моих признаний, алый шар, Как слова моих признаний, алый шар, Над землёй зелёной он летит вдаль. Мой алый шар, не отпускай, Пускай продлится сон, пускай, Но за окном рассвет и акварели нет. Как жаль, что мы не дарим снов, Они порой правдивей слов, Пускай к тебе весной придёт Мой сон цветной, Мой сон цветной. Я дарю тебе на память, алый шар, Небо словно голубая шар, Как слова моих признаний, алый шар, Как слова моих признаний, алый шар, Над землёй зелёной он летит вдаль. Над землёй зелёной он летит вдаль. Вот так. Следующая остановочка. В нашем памятном развитии событий Программа «Негромкий голос ушедшего века» Плавно стала перерастать в дуэт С Ксенией Карамышевой. И вот сейчас я попробую спеть песню, Которую тоже очень давно не пела. И к тому же мы её пели вместе, А сейчас я попробую это сделать одна. Так что всё равно песня получится совсем другая, Мне кажется. Она мне тоже очень дорога. Это песня Екатерины Болдыревой. А и всё. В реку дважды не войти, Река не помнит ни следов, ни вёсел. Сердце пойми её и прости. Любовь твою как будто Время уносит. Сердце моё много долгих ночей, Жгло свой огонь на берегу в ожидании. Мне достанется безветрие его молчанья, И поцелуй воды уже не моей. В реку дважды не войти, Я не смогу, и ты едва ли сможешь. Поищи, позови, отпусти меня, И я тебя отпускаю тоже. Река всегда молода, но стара, Всегда спокойна, но не знает покоя, Может быть, и я была когда-то рекою. Зачем мне помнить о том, что было вчера, Просто радостна рука, Играть с водою, как с тобой они играли. Где-то в мире есть такая река, В которую войду и выйду едва ли. Там луна колдует в ветвях и Там молоко тумана прячет пороги, Там высокая вода и берега пологи, И слышен весел скрип уже не твоих. В реку дважды не войти, Река не помнит ни следов, ни весел, Сердце пойми ее и прости. Любовь твою, как воду, Время уносит. Ну, да, и продолжая эту тему, Может быть, сейчас Иронического Человека? Да. Наверное, сейчас уже можно, раз уж вы его так упорно просите. Я с удовольствием спою эту песню, и потом мы все-таки вернемся к задуманной теме. Иронический Человек – это песня снова Юрия Шмалько и стихотворение Юрия Левитанского. Мне нравится Иронический Человек, И взгляд его иронический из-под век, И черточка эта тоненькая урта, Ирония – отличительная черта. Мне нравится Иронический Человек, Он в сущности героический человек. Мне нравится Иронический его взгляд На вещи, которые вас, извините, злят. И можно себе представить его в пенсне, В местающем послезавтрашний календарь, И можно себе представить в его письме В какое-нибудь старинное милосударь. Но зря, если он представится вам шутом, Ирония верно служит ему щитом, И можно себе представить, как этот щит Шатается под ударами и трещит. И все-таки сквозь трагический этот век Проходит он Иронический Человек. И можно себе представить его с мечом, В чарящемся над слабым его плечом. Но дело не в том, как меч у него остер, А в том, как идет с улыбкой он на костер. И как перед этим он произносит, да, Горячий денек, не правда ли, господа? Когда же свеча последняя догорит, А пламя небес едва еще лиловать. Смущенно я умираю, он говорит, Как будто бы извиняется виноват. И можно себе представить смиренный лик, И можно себе представить огромный рост, Но он уходит так же прост и велик, Как был за миг перед этим велик и прост. И он уходит некого, мол, корить, Как будто ушел из комнаты покурить. На улицу вышел воздухом подышать, И просит ни затрудняться, ни провожать. Мне нравится иронический человек. Мне нравится иронический человек. Мне нравится иронический человек. Я не знаю, как вам это удается, Но, честное слово, через камеру ощущается некий прилив сил и энергии, и поддержки, честное слово. Тут вот волну её из того чёрного глазка, который перед нами. Её прям ощущаешь, как она идёт сюда вперёд. Это правда так здорово. И комментов тоже. И комментов тоже. Сердечки вижу. У меня, как всегда, конечно же, ничего не исправилось. Всё грузится медленно. Поэтому рассказывай мне. А, вот, подгрузилась. Вот какая красота. Давай увидимся и в мире облаков ещё тоже увидела я. В каком мире увидимся? В мире облаков увидимся, но это как-то двоезначное какое-то, знаешь, обещание. Да. По нашей задумке про ваши заказы поняли. Пока вы не устанете нас слушать, мы постараемся их исполнять. Но всё-таки вернёмся к идее, которую задумали изначально. После того, как мы попели дуэтом с Ксенией Карамышевой, мне стало очень не хватать дуэтов. И постепенно случайно вышло, что мы стали петь с Егором Бараховым дуэтом. И всё это вместе с Лёвой обозвали проектом вторая доля. И всё это было на тему современной музыки, на тему современных песен. В каком-то смысле этот состав тоже получился благодаря фестивалю «Журавлиная Родина». Ну или, по крайней мере, на глазах фестиваля «Журавлиная Родина». Поэтому мы сейчас споём песню Павла Аксёнова. Его трансляцию я бы тоже с удовольствием сделала. Я не знаю, я ещё, честно говоря, с ним про это не говорила. Но если вдруг получится, будет очень здорово. Вот. Я о чём? А, ещё я вам хотела рассказать, что на первой шапке, на первом концерте, на концерте приветствия мы вышли с немногочисленными представителями делегации клуба «Парусник» и спели как раз-таки песню Павла Аксёнова. Так что вот ещё такая связь есть между нами. Но сейчас песня будет не та, которая прозвучала в том концерте. давно. Песня для меня новая. Для Павла Аксёнова тоже сравнительно новая. Если я ничего не путаю, это стихотворение Яны Симон. Да. Песня называется «Две лодки». По-моему, очень красивая. Послушайте. Стой, подожди. Вот-вот. Не будем? Ну, попробуй. Попробуй. Я боюсь отвлечься. Давайте всё-таки нет. Не рискну. Это я раздумывала насчёт ритм секции. «Две лодки». Все реки стремятся в лазурь и си, В открытое море и океан. Все тёплые реки впадают в ик. Холодные реки впадают в ян. И время течёт, как вода в реке. Под скрипы уключен который век. Две утлые лодки плывут в тоске По разным притокам Несхожих рек. Им бакены звёзды в ночи горят, Им девы речные поют, поют. Над лодками птицы парят, парят, Под лодками рыбы снуют, снуют. Их в гавани тихой никто не ждёт. Им брошенный берег ничуть не жаль, Как палые листья по воле вод. Две утлые лодки уносит в гавань. Я верное слово в душе найду, И Богу речному его шепну. Две утлые лодки с судьбой сведут, Но схожие реки солью по дну. Им выпадет встреча, не знаю где, Пусть будет, что будет, к чему гадать. Вот вынесет лодки к большой воде, Оттамы до счастья, Оттамы до счастья рукой подать. Оттамы до счастья рукой подать. Оттамы до счастья рукой подать. На мой взгляд, песня красивенная. Может, вам тоже понравится. Так, мы дольные заказы посыпались в балкон. Ага, ну как же, как же. Мы брали, но нет. Сегодня программа другая. Одну только, наверное, ещё дольную песню, И то немножко попозже. Да. Да, и вот тут-то я, конечно, собиралась рассказывать вам, Когда про рейки, про память. Вопрос зашёл в наш тем, когда я сюда забрела, Когда я ставила эту программу, строила её. Я подумала, что, конечно же, Надо будет вам рассказать про мои большущие впечатления От той шапки, которая для меня стала первой хоровой. Это была шапка на распахнутых ветрах. И тогда мы с Ксюшей Карамшевой задумали. Форс-мажорная была совершенно шапка. Мы не думали, что мы будем... По крайней мере, я точно не знала заранее, Что я еду работать с хорами, С ансамблями большими. И это было просто... Ну, невероятный творческий, И не только творческий, Человеческий для меня пинок. Человеческое, как это сказать, вдохновение. В общем, короче, огромное было на той шапке. И на всех последующих работ с хором. Это, правда, удивительное дело. Мне ни разу до того момента Не удавалось нигде этим заниматься, Кроме каких-то учебных, студенческих дел. Буквально два раза я выходила к хору Во времена студенчества. Вот. И вот тут на той самой распахнутой шапке Нам пришло в голову... Я уже не помню, кому конкретно Пришла идея Поздравлять хоровыми песнями С днем морского флота Владимира Романовича. Поэтому песня, которая сейчас прозвучит, Я надеюсь, что вы ее, конечно же, Вместе с нами споете. Все, кто помнит ее, Все, кто хочет посвятить ее вместе с нами Владимиру Романовичу, Мне кажется, ему было бы приятно. Цепи якорей гремят в порту Верят корабли в свою мечту Всем ветрам назло Я спешу назов Дальних неизвестных островов Снятся часто Мне по ночам дельфины Снятся чайки И ночные бригантины След мой волною смоет А я на берег С утра приду Опять море Ты слышишь, море Твоим матросом Хочу я стать Море подари Свои шторма Пусть до самых звезд Летит кармай Голубу качай С ног сбивай меня Брызгами к соленым и свиням Знаю, знаю Можешь Ты черным быть И синим В море В море В море В море В море Встать помоги Мне сильней След мой Волною смоет А я на берег С утра приду Опять море В море Ты слышишь Море В море В море Школы авторской песни. С ними мы учили другую песенку. И мне кажется, что все ее знают. Давайте еще немножко вместе попоем. Потому что волна явно усилилась. Я не знаю, что происходит по той стороне экрана, но нас стало сносить гораздо лучше. Я могу подирижировать, если хотите. Там задержка. Чем интереснее будет рассинхронизация. Песня Юрия Устинова. Давайте споем ее вместе. Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава не впадает в океан. До решетки водостока, вот и вся твоя дорога. Кто же был способен только на такой обман? Я на берегу утренней, где нет причала. Чтобы песню новую начать сначала. К островам бежать зеленым и ветрам гречать соленым. Эй, паруса мои крепкие. Эй, паруса мои крепкие. Я возьму тебя в ладошку на просохшую дорожку. Прогуляем завтра школу, пусть отца в учеб летит. Все неведомые страны, все моря и океаны. Пробежим с тобой за сутки, кто нам запретит. И на берегу утренней, где нет причала. Мы придем, чтоб жизнь свою начать сначала. К островам бежать зеленым и ветрам гречать соленым. Эй, паруса мои крепкие. Верю, что Владимир Романович нас услышал. И все поздравления с прошедшим его днем рождения улетели по адресу, куда нужно. Буду снова обновлять ваши комментарии, а то мне одиноко. Лева ничего не говорит. И видит, при этом читает ваши комментарии. А я нет. Все хорошо. Все хорошо? Да. О, люди подпевают. Да. Здорово. О, здорово, здорово, здорово. Ну что? Слушай, я забыла, конечно же, что мы спросили. Тогда споем то, что задумали, потому что есть у нас еще одна песня, актуальнейшая, мне кажется, в нынешнем моменте. Но она актуальнейшая всегда, поэтому я ее очень люблю. Это песня Александра Алабина и Сергея Швеца. Вы можете найти вторую долю по ту сторону экрана. Долгим, теплым и весенним вечером Чувствуешь себя в земном раю Звезды в окна смотрятся доверчиво Напевая песенку свою Спи, дружок, темно на улицах День был трудным, ты за день устал Чтоб уснуть, достаточно зажмуриться И при этом посчитать до ста Пусть все огорчения забудутся И не будет горестей и бед Все твои мечты, конечно, сбудутся Может быть, а может быть и нет Пусть горит огонь неугасимый И взорвется красками рассвет Любящим ты будешь и любимым Может быть, а может быть и нет В грухоте песеннего разлива Пробежит совсем немного лет Заживешь несказанно счастлива Может быть, а может быть и нет Мучает мыслей Как дождинки рассыпаются Наперед загадывать зачем Все когда-нибудь и чем-нибудь кончается Впрочем, может скончиться ничем Мучает проклятая бессонница Сон не тет, ну что ж, и тьявол с ним То, что было, может быть, и вспомнится То, что будет дальше Сейчас именно тот момент, когда мы все с вами Так или иначе все равно живем сегодняшним днем В этом есть, конечно, нечто плохое Но и хорошее тоже Вот о чем мне хотелось вам сегодня спеть Эту песню Ты помнишь, что еще нас просили? Нет Не помнишь? Так И давайте повторим заявки Если вы все еще хотите от нас что-нибудь услышать Или мы будем плавно двигаться К финалу сегодняшнего вечера Потому что, да, все устают, я понимаю Мы даже не знаем, кому передать эстафету Вот, кстати говоря, мы бы сейчас могли рассказать Кто завтра будет выступать Но не знаем Вы там можете в комментариях написать В смысле, те, кто сведущий в этом вопросе Кого же можно будет послушать завтра В рамках фестиваля Журавлиная Родина А мы пока что вам споем песню Которая тоже, мне кажется, отлично звучит Именно сейчас, именно сегодня Это песня Сергея Никитина На стихотворение Михаила Яснова Усни на моем плече посреди зимы Которую так давно торопили мы Чтоб снег невидимкой сделал укромный дом Усни поскорей Усни поскорей Я счастлив твоим теплом Усни поскорей Я счастлив твоим теплом Усни на моем плече Посреди страны В которой мы все заложники В которой мы все заложники той шпаны Что напрочь забыла про детскую боль и грусть Усни поскорей Что только вдвоем сумеем ее прожить Усни поскорей Усни поскорей Нам утром опять стужить Усни поскорей Нам утром опять стужить Усни на моем плече Посреди любви Которой так мало надо Одной любви Любви при одной звезде При одной свече Усни поскорей Усни на моем плече Усни поскорей Усни на моем плече Усни поскорей Усни на моем плече Сейчас еще песенки три вам споем Придумаем какие А посерединки? Так в том и дело Вместе и споем Вот Консенсус Консенсум О господи В общем вы поняли Огласились отлично на завтра Круто Игорь Перелыгин Хирилл Модестов Иген Графелев Вот эта компания забавна Отлично Будем смотреть дальше Замечательно Леу ведь было слышно? Не надо повторять в микрофон Я надеюсь Да там все видно в комментах Тоже верно Просто комменты ускакивают Ушами Реплики подавно А я-то верю, что нет Ты сбиваешь мой супер задник Кто? Супер задник Вот у нас задумана еще одна штука Еще одна песня Которую, возможно, слушающие знают Я ни в коем случае не претендую На то, что эта песня из моего репертуара Мне просто хотелось бы с вами немножко еще спеть Эта песня тоже была знаковая для Журавлинки какое-то время назад Мне кажется, что и сейчас ее тоже не забыли В общем, наш большой привет Галине и Андрею Соловьевым И песня, которую мы вместе с вами поем По поводу выпавшего снега И по поводу того, что все обязательно будет хорошо Помостившись На лестничной клетке В полумраке Районной больницы Я смотрю Как на черные ветки Опускаются Белые птицы Опускаются Снежные совы На деревьях Осеннего парка Значит, скоро Все будем здоровы И душе Станет в теле Не жарко И она Перестанет стремиться Ускользнуть Из горящего тела С черной веточки Белая птица На песчаную тропу Слетела Зажигала По тропке К пролому Что протела В больничной ограде Значит, скоро Вздохнем по-другому И не станем И не станем Молить О пощаде Те ветра Что Чрезмерно Суровым К нам Сидящим На лестничной клетке С тихим шорохом Снежные совы Опускаются С неба На ветки С тихим шорохом Снежные совы Опускаются С неба На ветки С неба На ветки С неба На ветки Просит Давай увидимся Ну, хорошо Если вы не устали То мы-то еще переживем Переживем? Ты как? Чайку попой? Я переживу Попой, попей Я переживу А, у тебя есть? Хорошо Сейчас, секунду Ну, тогда предлагаю Давно заведенной традицией Завершить все это дело Давай увидимся Давай увидимся Ми Да До этого споем вам еще Две задуманные песни Подведя итог Журавлиной родине Спасибо За очень и очень многое Сейчас будет длинная кода Наполненная Длинной благодарностью Нашей встречи Следующую песню Я думаю, мы тоже можем Петь вместе все с вами И настраиваться на Лучшее Времена не выбирают В них живут И умирают Большей пошлости На свете Нет чем Клянчить и пенять Будто можно Тена эти Как на рынке Поменять Что не век То век железный Но дымится Сосад чудесный Блещет тучка Я в пять лет Должен был От скарлатины Умереть Живи в невинный век В котором В котором горе нет Ты себя В счастливце прочь А при грозном А при грозном На прощанье Не выбирают Не выбирают Не выбирают На прощанье Время Это испытание Не завидуй Никому И вот у нас осталось Две последних песенки Еще раз благодарим вас За сегодняшний вечер Они обе для нас Окончательные Мы так привыкли Но они естественно Конечно же тоже Не только о прощании Нашим сегодняшним А вообще О нашей с вами жизни Стихотворение Вновь Юрия Левитанского И музыка Анатолия Лазарева Вместо эпилога А что же будет дальше Что же дальше Уже за той чертой За тем порогом А дальше будет Фабула иная И новым завершится Эпилога И не чураясь Фабула вчерашней Пока другая Наново творится Неповторимость Этого мгновенья В каком-то новом лике Повторится И станет Совершенно очевидным Пока дарилась Новая дорога Что в эпилоге Были уже зерна И нового Начала И пролога И будет снова Дождь Бродить по саду И будет пахнуть Сад светло И влажно А будет это С нами Или не с нами В конце концов Не так уж Это важно И кто-то И кто-то Вскрикнет Нет Не уезжайте Я пропагу Пущусь За вами Следом А будет Это с нами Или с кем В конечном Счете Суть Не в этом И кто-то От обиды Задохнется И кто-то От восторга А не имеет А будет это С нами Или с кем-то В конце концов Значения Не имеет Спасибо вам За сегодняшнюю возможность Спасибо вам За это счастье За то, что мы видим Такое количество Комментариев Были очень рады С вами пообщаться И давайте видеться От меня тоже Всяческое спасибо Это действительно хорошо Как бы это ни было странно Давайте видеться Не только в прямой трансляции У нас сейчас действительно Много времени Давайте общаться дальше На финалочку Сегодняшнего Замечательного вечера Нам, по крайней мере Очень понравилось Надеемся, что и вам тоже Прозвучит песня На стихотворении Недавно ушедшей Екатерины Польгуевой И музыку Юрия Шмалько Давай увидимся Пусть будет все не так Но этот терпкий запах Мандарина И черная промерзшая И черная промерзшая рябина И сквозь морозец Наш хрустящий шаг Давай увидимся Пусть будет все не так Мы Новый год проводим Старый для Он настоялся И скатимся С обледенелой горки В беспамятство И все начнем с нуля Вглядимся в эти детские огни Вдохнем Вдохнем Такой нелепой Хвойной смуты Не дергай Словно ниточки Минуты Минуты Не золотаешь Не золотаешь Завтрашние дни Давай увидимся Пусть будет все не так И добредя И добредя До зимнего Николы Как школьники Сбежавшие Из школы Чужую мудрость Сбудем Запятать Давай Увидимся Пусть будет все не так Прежде чем мы завершим Эту трансляцию Ты ее еще не выключил? Нет Фу, слава богу Я бы еще хотела Вот что сказать Забыла, что сегодня Март заканчивается Пусть в марте И остается все Что не хорошее Я вам предлагаю Не то чтобы флешмоб Но я вам очень предлагаю Если вы дом сейчас не одни Попойте с домашними Мне кажется, что Если уж мы с вами Сегодня оказались На вечере школы Авторской песни То Песнопение в кругу Песнопение у костра Ну в том кругу В котором вы оказались Они должны случиться И не надо Нет За костер не призываем Призываем Петь в кругу Хорошие песни Продолжать этот чудесный вечер С чаем С вкусностями И Пережить переход Из марта в апрель И с новыми силами Продолжать дальше Радовать окружающих людей Спасибо вам еще раз До новых встреч Спасибо Приходите виртуально На следующие концерты Журавлиной Родины Завтра Снова Журавлиная Родина Будет И всю неделю В группе с вами И не только завтра Да Спасибо вам большое С вами хорошо Даже сквозь эту Бездушную черную камеру Это очень хорошо ловится А это Лев Кузнецов Это Ксения Кузнецова Спасибо Спасибо Пока Продолжение следует... Продолжение следует...